МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня руководители предприятий подвели предварительные итоги работы и наметили планы на перспективу. Приоритет расставил глава республики. Подробности в следующем материале. Шкафы противоаварийной защиты и специальные терминалы из этих цехов поставляют во многие регионы страны и за рубеж. Электронной техникой, произведенной на Чебоксарском заводе «Релематика», уже оснащены более 600 объектов. Главе республики показали новые разработки. Собираем мы где-то под ключ за две недели, если это типовая комплектация и типовая конструкторская комплектация. Ну, плюс тестирование еще шкафов где-то дня три. Вот так вот. Но собирают у нас, конечно, профессионалы-сборщики, а монтаж делают монтажницы. За последние годы на предприятии повысился и научный потенциал. В рамках программы «НИОКР» специалисты завода создали инновационную систему, которая поможет определить места разрыва проводов. Сейчас ноу-хау испытывают в полевых условиях. Линии, как правило, протяженные, имеют большое количество отпаек, возникают частые повреждения, проложены, как правило, в труднодоступных местах, и поиск сопряжен со значительными временными трудозатратами. И надо сказать, что на сегодняшний момент у эксплуатирующих организаций не было нормального инструмента. Есть четкая индикация, где неисправности, куда надо идти. А раньше они садились на вездеход, ну и ехали, пока не упрутся в болото. А там, как говорится, либо его объезжать, либо как-то вот. А сейчас индикация, она показывает. Для подобных предприятий и отрасли сейчас открываются новые перспективы, отметил глава региона. В условиях санкций крупные корпорации страны делают ставку на электротехнику, произведенную в России. Резидентов Чебоксарского кластера поддержали и в федеральном центре. По вашим предложениям, по нашим предложениям, нас услышали правительство РФ, что не стоит изменения действующие нормативно-боровые документы. И сама уже некоммерческая организация может воспользоваться предоставленной возможностью по субсидированию процентных ставок по фонду развития промышленности. А теперь же сама некоммерческая организация, пользуясь этими возможностями, может уже ломбировать ваши интересы не только на российском федеральном рынке, но и на мировом рынке. Участливая в разных программах НИОКР. Предварительные итоги прошедшего года показывают, спрос на российское энергооборудование растет. Чувашские заводы постепенно наращивают объемы выпускаемой продукции и замещают импортные аналоги. Компания, в действительности особенно те, которые действуют в энергетическом секторе, в профессиональной компании, они дисциплина стала строгой, вытесняются иностранные производители, тут же вот, звучит сименс вытесняется, но как этому вернемся. И сегодня для того, чтобы компания, безусловно, не просто вытесняли, для того, чтобы вытеснить, а поэтому еще мы должны обеспечить достаточно серьезные проработанные проекты. Предприятия особого внимания обращают проведение неокров. Это видео с основной на слайде представлено. То есть, я озвучил электропаратный завод, тоже один из видео проведения неокров. По итогу 2016 года, это порядка 77 проводили. Правительство республики тоже готово поддержать новые перспективные производства. На 2017 год, первые в истории Чувашки республики заложили полтора миллиарда бюджетных средств для открытия новых производств. Мы берем на себя обязательства газ, вода, энергетики, коммуникации, дорога и так далее. С точки зрения, полтора миллиарда, конечно, с одной стороны, как же сумма большая, но с другой стороны, для реального сектора экономики это и небольшие средства, это первый шаг. Доходная часть у нас по прогнозам в этом году нормально должна пополняться. На первый план выходит и подготовка рабочих кадров. Предприятиям необходимы квалифицированные специалисты. В республике проходит и конкурс на лучшего разработчика среди молодых специалистов. В этом году его победителем стал инженер Чебоксарского завода Григорий Смуков. Награду ему вручил глава республики. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской организации физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс» Юрием Степановым. Главная тема – доступность спорта для людей с ограниченными возможностями. На счету спортивного клуба инвалидов «Феникс» немало побед в различных соревнованиях. Среди его участников заслуженные мастера спорта России, мастера спорта международного класса, пара бадминтон, дартс, легкая атлетика, настольный теннис. В каждом из этих видов спорта есть представители «Феникса». Ваша сила, такая она мощная, духовная сила, не столько там, допустим, постоянное здоровье. И вы, участвуя на разных соревнованиях, защищаете честь республики. Это тоже очень важно. Вы, работая в этом направлении, даете хороший результат. И эти результаты постребованы на федеральном уровне, постребованы регионами Российской Федерации. В последние годы спортивная организация получала субсидии по программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Однако, недавно эта грантовая помощь была приостановлена. Как отметил председатель клуба Юрий Степанов, для развития параспорта необходимо приобретать дорогостоящие оборудования. Глава Чувашии, Михаил Игнатьев поручил республиканским Минспортом и Минтруда оказать максимальную поддержку таким организациям. И подытожил, задача органов власти сделать спорт максимально доступным для всех инвалидов. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. В Республике начались выплаты для пенсионеров. Единовременную компенсацию в 5000 рублей уже стали получать те, кто имеет банковские карты. С сегодняшнего дня компенсацию выплачивают пенсионерам, получающим пенсию наличными. А это около 400 тысяч человек. Пенсию на банковские счета и карты в Республике получают 64% пенсионеров. 11 января пенсионный фонд перечислил банки средства на выплату 5000 рублей. Почтальоны будут доставлять деньги до 24 января. Если пенсионеры не застанут дома, то средства можно получить в почтовом отделении. Для получения выплаты не требуется подавать дополнительное заявление. Право на получение 5000 рублей имеют как неработающие, так и работающие пенсионеры. Преобразить Чебоксарские дворы с такой целью столица Чуваши участвует в федеральном проекте «Наш двор». Какими хотят видеть его жители, что предлагают архитекторы и ландшафтные дизайнеры, и что могут сделать для этого столичные власти. Об этом говорили в администрации Калининского района. Внимательно слушала Ольга Пырочкина. Родители хотят, чтобы во дворе были безопасные спортивные детские площадки с качелями и каруселями. Владельцы автомобилей, чтобы побольше парковочных мест. Люди пожилого возраста желают сидячие места под навесом. Владельцы собак давно мечтают про места для выгула со снарядами для тренировок. На все это территория 50 на 90 метров. Примерные габариты среднестатистического двора в спальном районе. В центре города в два раза меньше. Впрочем, дело упирается даже не в площадь, а в финансы. Решить эту проблему призвана федеральная программа «Наш двор». У нас с вами есть возможность воспользоваться средствами федерального бюджета, потому что в федеральном бюджете предусмотрено ровно 20 миллиардов рублей. Кроме того, выделяются средства региональных бюджетов. Наш чувашский бюджет будет выделять более 50%. И каждый муниципалитет точно так же будет предусматривать свои средства на развитие вот этой программы благоустройства общественных пространств. Непростую задачу учесть все пожелания жителей и вместить их в бюджет доверили молодым архитекторам. Мы, как проектировщики, проектируем не просто территорию или делаем красивый план. Мы стремимся проектировать позиции жителя. То есть, чтобы жителю в этом пространстве было комфортно. Мы ставим себя на его место и действуем в его интересах. Просто хотим вам рассказать, что уличная мебель, она может быть не такой банальной, как скамейка, к которой вы все привыкли видеть. Например, элемент скамейки, он может обладать не только скамейкой, он может обладать функцией игры. Есть такая аксиома, да, сделать хорошее и полезное благоустройство двора в абсолютной величине стоит примерно столько же, сколько сделать бестолковое и бесполезное благоустройство двора. Чтобы красивые проекты реализовались, а главное, остались в таком виде, нужно решить самую острую для дворов проблему. Парковки отметили архитекторы старшего поколения. Мы знаем, как паркуется сейчас автомобиль вот в этих дворах пространств, которые рассматриваются в работу. Мне кажется, решение вот этих вопросов именно парковочных должно как раз как-то обозначиться в этой программе. Потому что, если мы не будем этим заниматься вот на этом этапе, то может так оказаться, что вот эти красивые площадки станут местом для парковок. Так или иначе, это мнение специалистов. Предложение горожан тоже обещали участь. В администрациях каждого района планируют установить специальные ящики для сбора информации. Жители Калининского района также могут присылать ее на электронный адрес kalinsobakakap.ru Сроки до 1 марта этого года. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Когда как не зимой больше всего хочется тепла, самый полезный и простой способ согреться это сходить в баню. А если еще и знать некоторые правила и нюансы, то крепкое здоровье гарантировано. После реконструкции открылась баня номер 11 в Сосновке. У этой бани высокий рейтинг среди знатоков и любителей. Сосновская баня славится своими целебными свойствами. А если к этому добавить артезианскую воду и чистый сосновый воздух, можжевеловый или, например, березовый веник, то цены ей нет. Хотя номинально она, конечно, существует, но речь не о цене. Речь об оздоровительном эффекте, который дает соблюдение традиций настоящей русской бани. Самый лучший пар получается с березовой, с лиственной породы. Самый мягкий и хороший пар получается. Он во всех отношениях полезен. И для легких, и для кожи, для тела, для всего. Это очень хороший пар. Он целительный у нас. На березе баня вкуснее. Так, лента, баня вкусная у вас сегодня. Баня и правда получается вкусной. Но не только благодаря пару. Валерий Кабанов постоянный посетитель с 20-летним стажем. Специально приезжает сюда из Чебоксар. Друг друга знаем уже, капитально уже, знаете, и общение само вот здесь вот в этой бане. Не то, что вот, ну, пришел дома, есть у меня баня своя, есть на даче своя баня. Ну, что там баня? А здесь вот кто-то что-то свое новое, кто-то анекдот расскажет. Кто-то это? Это интересно. В процессе реконструкции в бане заменили систему вентиляции, вытяжку, отопление. Сердце бани-печь также полностью реконструировано. Можно сказать, открылось второе дыхание. Я уверен, что баня на дровах всегда будет пользоваться спросом. Особенно баня Сосновки, которая имеет, в общем-то, очень длительную историю. С 41-го года она находится на этом месте и функционирует для не только жителей Заволжи, но и для горожан тоже. За последнее время мы обновили интерьер, обновили мебель в зоне отдыха, создали комнату отдыха отдельную для наших посетителей. Будем дальше развивать и улучшать качество предоставляемых услуг в планах, скажем, благоустройства прилегающей территории. В среднем услугами Заволжской бани ежемесячно пользуются более 500 человек. Спрос с каждым годом увеличивается. Не так давно здесь даже побывали необычные гости. На День республики приезжали стрижи. Первый год мы их сюда привезли. И когда они на следующий год приехали, первым делом, что они спросили, поедем ли мы в Сосновскую баню. Вот это действительно факт. Я их здесь встречал, сам принимал. Им очень сильно нравится. Но они даже и не хотели уезжать. Так что совет для тех, кому так важно сохранить энергию тела и души, идите в баню. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Возилы, дровни, волокуши и даже избушки. Все это про сани. В прошлом веке в каждой деревне были мастера, которые собирали деревянные сани. Сейчас таких умельцев днем с огнем не сыщешь. А вот жителям села Кубас и Маргаушского района повезло. В их краях живет настоящий умелец в золотые руки Вячеслав Лаптев, который обеспечивает деревянными средствами передвижения всю округу. Вячеслав Лаптев почти 40 лет мастерит деревянные сани. Делает их на заказ и просто так, для души. С детства люблю деревом заниматься. Отец работал, дед работал. Дерем телеги собирали, сани собирали, большие сани собирали для лошадей. Я после них уже вплотную, после армии начал. В 80-е годы уже начал собирать санки. Я работаю для души. Дарю кому-то. На таких санях удобно перевозить дрова и хворост, ведра с водой. А вот такие, рогатые, подходят для транспортировки сена и соломы. Вячеслав Евграфович с удовольствием делает и маленькие саночки для катания с горок. Мастер гарантирует, санки, сделанные из дуба, при правильном уходе могут служить веками. Вообще, процесс создания саней очень трудоемкий и долгий. Всякий материал не пойдет. Клен хорошо идет на полозья. На зубья дуб. На бруски обычно. липода, сосна, связки, это и звязи. Собирать смена. За смену соберу. Но готовить надо материал целый год. Дерево есть дерево. Все равно легче работать. И удобно, и красиво получается. И душевно. Мне так кажется. В своей мастерской Вячеслав Лаптев пропадает часами. Мастерит не только сани. А досельчане приходят к нему за топорищами, черенками, коромыслами, косовищами, скалками, полками. Деревянные изделия пользуются спросом и у городских жителей. А на санях Лаптева разъезжают не только чебоксарские детишки, но и владимирские. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Вечер Воскресенья обещает стать поистине волшебным для всех ценителей хорошей музыки. В столице Чувашии состоится концерт известной органистки Анастасии Черток вместе с Камерным оркестром филармонии. Главный герой концерта Орган. Вот он, король инструментов. Самый большой, самый тяжелый, с самым широким регистром издаваемого звучания. Орган всегда был чем-то вроде легенды воплоти. Во всем мире не существует двух одинаковых органов. Каждый из них делался по индивидуальным проектам. Внутри органа, как в доме, есть и комнаты, и лестницы, и даже потолки. В туалете назад, во время игры в этом доме, рабочие вручную качали огромные меха. Сейчас эту работу выполняют электромоторы. Музыка Один человек играет за весь оркестр. Думаете, это невозможно? Возможно, если он органист. Ведь орган это целый оркестр в одном инструменте. В нем есть регистры, которые имитируют звучание духовых и струнных инструментов, словенные трели, перезвон колокольчиков и даже человеческий голос. Анастасия Черток владеет многими инструментами, фортепиано, клавесином, клавикором. Но именно орган всегда ее притягивал. Для меня всегда загадка. Когда меня спрашивают, а на чем вы играете? Я говорю, на органе. Реакция одна. О-о-о! Понимаете, вот это вот благоговение, наверное, потому что он долгое время стоял в церкви и был проводником Бога к прихожанам, к нам простым людям. Наверное, из-за этого, я не знаю, почему такая реакция, но всегда я чувствую, что люди сталкиваются с чем-то необъяснимым. То есть орган это что-то непонятное, что-то величественное, что-то фантастическое. И когда, конечно, находишься под магией его звуков, это ни с чем не сравнимо. У органиста должна быть координация практически как у жонглера. Орган не только самый большой музыкальный инструмент, но и единственный из существующих, на котором играют и руками, и ногами. Педали, они же басовые клавиши, это две с половиной октавы. А значит, чтобы сыграть классическую четырехголосную фугу, нужно три голоса играть с руками, четвертой ногами. Поэтому органистка перед концертом надевает бальные туфли. У них мягкая подошва, ноги хорошо чувствуют клавиши. Ощутить магию органа жители Чувашии смогут в воскресенье 15 января в 17 часов в зале филармонии. Степенный бах, пылкий Мендельсон, упоительный шопен. В первом отделении концерта зрители смогут насладиться игрой только органа. А во втором к нему присоединится камерный оркестр. Чувашский национальный музей объявляет акцию «Мир детства моего». В музее принимают в дар предметы, которые ассоциируются с детством. Игрушки, книжки, фотографии, портреты, одежда, отражающая детскую тему периода 19-20 веков. Подаренные предметы составят основу выставки, которая будет организована к Международному дню защиты детей. Музей оставляет за собой право отбора экспонатов. Не так часто можно собрать в одном месте спортсменов, чьи имена вписаны в летопись спортивной истории страны. Чувашии это удалось. В легкоатлетическом манеже столицы республики сегодня прошел необычный мастер-класс. Тренировочную разминку для юных спортсменов провели звезды российского спорта. Главный тренер российской сборной по легкой атлетике, чемпион Олимпийских игр 2004 года Юрий Барзаковский, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Светлана Абрамова, чемпионка Европы по прыжкам в шестом Анжелика Сидорова и мастер спорта международного класса Полина Кельгаева. Чувашия для нас стала вторым домом, признаются прославленные спортсмены. 16 лет назад в своем еще юном возрасте главный тренер российской сборной по легкой атлетике, чемпион Олимпийских игр 2004 года Юрий Барзаковский в первый раз приехал на первенство России и с тех пор ежегодно практически приезжает в Чувашию. Иногда даже несколько раз в год. Самое главное для меня лично, что в 2004 году перед Олимпиадой 2004 года, которую я выиграл, я готовился именно в Чувашию и здесь в Россинке. То есть как бы Чувашская земля для меня скажем так счастливая. И вообще Чувашская земля могу сказать счастливая не только для меня, но и для всех сборных команд наших. Потому что когда был официальный отбор на какой-то определенный старт официальный, мы после этого очень даже не выступали всегда. Примером тому триумфальная победа в командном зачете на чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах в 2015 году. Совместная разминка состоялась по всем правилам. Теперь будущие чемпионы знают и формулу успеха от Юрия Барзаковского. Формула успеха заключается ну так по-спортивному сказать нужен всегда такой злой спортивный характер, целеустремленность и всегда доверяйте своему тренеру и тогда все получится. Чебоксарский театр оперы и балета стал сегодня главным хитом Рунета. Все началось с того, что в соцсетях появился следующий пост. Казалось бы, обычная себе база повстанцев в ледяных пустошах неизвестной планеты, но нет. Театр оперы и балета город Чебоксары. Интернет-пользователи моментально подхватили тему. Количество интерпретаций увеличивается с каждым часом, а вот, собственно, оригинал. Что называется «Найди 10 отличий». Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru А сразу после программы «Республика» смотрите интервью по существу в гость студии заместитель министра труда и социальной защиты Елена Сапаркина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин